Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Жанна. Ну что ж, я вещаю не из такого солнечного Гибралтара в этот раз. На улице холодно, видите, я так одета, прям достаточно тепло. Решила вот наконец-то выйти, подышать лишним воздухом и рассказать вам немножечко новости, что у нас интересного происходит на Гибралтаре. Тем более, что в воскресенье не было видео, к сожалению, не смогла записать. Опять я себя не очень хорошо чувствую, поэтому, ребят, если в воскресенье нет видео, значит, у меня опять какие-то проблемы со здоровьем или еще что-то. Так, ну что ж, не хотелось бы, конечно, начинать с такой грустной нотки, но тем не менее, вы, наверное, также слышали, друзья, что сейчас Англия находится в травре, в принципе, и Гибралтар тоже, да, потому что на прошлой неделе, 9 апреля, скончался принц Филипп. Это было, конечно, большой неожиданностью для всех. Ему было 99 лет, и он всего не дожил каких-то 2 месяца до своего 100-летнего дня рождения. Поэтому, конечно, для многих англичан, конечно же, для самой королевской семьи это был большой удар. Вообще, честно сказать, королевская семья, прям какие-то у них идут очереда невезений. Мне кажется, все началось с женитьбы принца Гарри, да, как вы знаете, он женился на американке, американской актрисе Меган, и с тех пор вот как-то у них не заладилось с английской семьей, из Великобритании, очень много плохих публикаций в адрес Меган, и они уехали в Америку, то есть отказались от королевских обязанностей, да, и мне кажется, это все-таки было таким, ну, ударом для... И не только в Великобритании, да, потому что англичане очень любят королевскую семью, конечно же, но и для членов семьи, да, я думаю, что, ну, принц Филипп, я думаю, тоже был достаточно расстроен. Вот, но, значит, что было у нас на Гибралтаре, также спущены флаги, вот неделю будет трава, да, в эту субботу будут похороны. В прошлое воскресенье, вот как раз на следующий день, у нас был салют. Еще одна из традиций Великобритании, это вот траурный салют, 41 залп пушечный был произведен у нас здесь на Гибралтаре. Но, к сожалению, публике нельзя было собираться, ну, ввиду того, что ситуация, да, с ковидом, поэтому мы посмотрели по телевизору, вот немножечко вы тоже можете видеть. Гибралтаре. 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 Так, ну что ж, это вот из таких грустных и неприятных новостей. Давайте более позитивные новости перейдем. У нас нет заболевших ковидом, то есть практически ковид-фри на Гибралтаре, то есть ноль заболевших среди резидентов. Но есть 14 активных случаев, но это посетители, да, то есть вы знаете, что Гибралтар это порт, и сюда приплывают корабли по работе там все, да, и вот 14 человек именно с этих кораблей заражены вирусами. Один, по-моему, даже находится в больнице. Так, ну и я обещала также вам показать карту, как выглядит, да, то есть у меня привился муж, и он получил вот эту карточку тоже прививки. Она пока на данный момент ничего не дает, потому что путешествовать нет никаких пока правил для путешественников, все еще закрыто. Единственное, что, да, мы можем выезжать там, допустим, выходить в Испанию, да, но они не требуют эту карту пока на данный момент. Кстати, в Испании опять нет улучшения обстановки, и снова нас предупреждают о том, что может быть очередная волна, поэтому сказали, что выходить, выезжать с осторожностью. Также карточки пока нигде не спрашивают, ни в магазинах, ни в ресторанах, ни в кафе. Единственное, что вот когда был боксерский бой, то нужно было вот эту иметь вакцинацию, поэтому пока что все остается как прежде. Но я не вакцинировалась, еще раз объясню, почему, потому что, ну, во-первых, я почитала опять, что вакцина, возможно, скорее всего, будет действовать всего 6-8 месяцев. Они, конечно, надеются, что более длительный ее будет срок, но, скорее всего, она будет сезонная вакцина, поэтому смысл ее мне, вот, например, сейчас ставить, если, допустим, через сколько-то месяцев будут повторно, да, проставлять, ну, я как раз посмотрю, какая будет сейчас вот реакция, все-таки пройдет там где-то полгода, 8 месяцев. Ну, хоть у нас и ставят, вакцина эта файзерская, да, не AstraZeneca, вот, которая, сейчас еще, если слышали, Johnson & Johnson тоже приостановили вакцину из-за того, что образуются тромбы, да, вот эти сгустки крови. И, кстати, также показала, что у женщин в основном вот этот побочный эффект достаточно такой сильный до 48 лет, поэтому я, как бы, схожу в зону риска вот этих побочных эффектов женщин, я поэтому решила, что пока не буду, хотя в файзере не обнаружено никаких побочек, насколько я слышу в новостях, в русских вакцин тоже нет никаких побочных эффектов, но я считаю, что мы, видите, практически дома находимся, ну, да, мы с мужем стали выходить там немножко, да, в кафешки какие-то, в рестораны, ну, достаточно опять аккуратно, а так в основном проводим все время дома, никуда не выходим, вот опять, видите, неделя была тихо, спокойно, выехали только в Испанию пару раз, и, в принципе, находимся у себя в квартире, поэтому мы ни с кем особо не общаемся, у нас нет такой работы, где бы нужно было очень много с людьми быть, да, там в одном помещении, не знаю, поэтому я пока вот не хочу ставить ее, да, переживаю немножко из-за побочных эффектов, ну, хотя там тоже есть небольшие эффекты, там, головная боль или еще что-то, просто я себя не очень хорошо чувствую, так и так, да, вот со своим желудком с этим, у меня, видите, то мне легче становится, то опять приступы, хотя мне желудок проверили, сделали вот эту гастроэскопию, гастроэнтероскопию, как я там правильно уже не помню называется, проверили, сказали, что ничего страшного нет, но есть, проблема есть, да, но не смертельная, по крайней мере, на данный момент, но, тем не менее, меня это очень сильно мучает с вот этими приступами периодическими, поэтому я думаю, если я еще и себе кольну эту вакцину, кто его знает, и потом лежать с голодными болями, с мышечными или еще что-то, да, поэтому я как бы пока что хочу воздержаться, вот, в дальнейшем, если мы там захотим на следующий год куда-то поехать, то есть, смотрите, в этом году у нас отменились все поездки, я думала, что если мы поедем, как запланировали, в прошлый раз у нас оставалась, да, итальянская поездка, то есть, мы должны были на пароме ехать в Марокко, из Марокко до Италии, на автомобиле, потом мы хотели проехаться практически по всем, вот, прилегающим там странам, балканским странам, также, да, опять Болгарию заехать, вот, но, к сожалению, мы забукировались, да, у нас, помните, я бы говорила, 2020, да, по-моему, в прошлом же году, или по-за прошлом уже, по-прошлом, да, 2020 же у нас началось это все, мы должны были, вот, как раз в это время отправиться в наше путешествие, вот это вот большое, но они нам отменили его, да, из-за ковида, перенесли на этот год, вот, то есть, мы должны были, вот, в конце апреля, начало мая отправиться, но все-таки в наше это путешествие, я очень надеялась, но, к сожалению, опять пришло уведомление от парома итальянского, что отменяются все наши путешествия, и они даже вернули в этот раз деньги, то есть, если в прошлый раз это был ваучер, перенесли мы вот эту поездку, в этот раз они уже прям конкретно сказали, что все, но мы решили отменить полностью, уже переносить смысла нет, потому что я не знаю, это все настолько затянулось с этим ковидом, поэтому наша поездка на этот год отменилась, и теперь у нас абсолютно нет ничего запланированного, да, поэтому я говорю, посмотрим опять вот этот год, как пройдет, там опять зима, осень, зима, и как будет с ковидом, и там же будет видно, да, насколько сильно будет вакцина вот эта, то же самое, длительность ее, да, то есть, если это она очень сильная, там, то, значит, тогда, может быть, я уже там зимой где-то что-то сделаю, а если она всего опять на полгода там, на каких-то, то тогда, значит, если будем собираться куда-то ехать, я ее сделаю, поэтому, видите, смысла мне как бы нет, но я считаю, что те, конечно, кто работает, да, вот в зоне риска, много общается с людьми, то я считаю, что, конечно, надо сделать, то есть, я бы обязательно сделала, если бы мне нужно было работать вот именно в такой сфере, где очень много общения, вот, ну, так что вот так, друзья, видите, так у нас никак не распогодится, я знаю, что в России потеплело, там, по-моему, 20 градусов, мы, я все время, как делаю видео, отправляю солнечную погоду всем и в России, во все страны, где холодно, и поэтому всем раздала тепло, а нам теперь остался вот холод, нам надо вот теперь немножечко, чтобы к нам вернулось тепло, и можно было опять ходить футболочкой, да, потому что прям так, ну, не знаю, наверное, ну, как для меня прям вообще холодно, наверное, градусов 10, это для меня уже очень холодно, даже 17 градусов, а я уже мерзну, поэтому, ну, хотя бы воздух свежий, да, потому что все-таки дождик, все хорошо, и можно дышать свежим воздухом. Так, ну что ж, по-моему, все, что хотела вам рассказать, все новости, все рассказала, вот, еще раз, достаточно все тихо, никаких новых изменений, там, что-то, чего-то нет, все как прежде, так что буду вас держать в курсе событий, что у нас происходит на Гибралтаре. Всем, конечно же, опять в хорошем настроении, спасибо за то, что смотрели, если было интересно дальше узнавать новости из Гибралтара, подписывайтесь, всем пока-пока!